Всем привет! Сегодня у нас 13 августа, Трусковец, Украина, пасмурно, идёт дождь, и мы непредвиденно для себя заехали в лес. А тут нас встречают грибочки, и не можем остановиться и выйти. Пошли дубовички. Посмотрите, какой красивый гриб. Это дубовик крапчатый. По ножке можно увидеть такие крапочки, точечки. Красный гиминофор. Хороший гриб балетовый. Относится к условно-съедобным. Нужно предварительно отваривание со сливом воды. И сейчас ещё покажу. Тут Мирослава нашла такую классную семейку молоденьких грибочков. Вот он один. Второй. Красавцы. под пихточкой третий. Он не такой маленький. Ух ты! Пузатик. И вот, смотрите, красавец четвёртый. Мы, к сожалению, без ножа, без корзинки, поэтому вот так вот собираем грибы. Но я уверена, они чистые. Смотрите, как блестит шляпка. Омытая дождика. Ну давай, Мирославынь. Это мой, кстати. Да, тоже Мирослава нашла. Ой, Мирось, он уже этот нехороший. А вот там вот дальше мы нашли шампиньончик. Сейчас покажу вам. Это у нас шампиньончик перелесковый. В этом лесу я их в прошлом году собирала. Пока вот единично встречаются. Потом дальше покажу. Там у нас есть ещё один. Так, отсвечивает. У шампиньона перелескового при повреждениях желтеет шляпка почти сразу. И запах у него такой вот. Ну, говорят, аниса. Ну, скорее всего, да. Ну, очень приятный такой, специфический. А вот это вот богатство, это всё псевдо-ежовик студенистый либо ледяной гриб. Красота. Покажи шипики снизу, Мирослава. Не врывай его просто. Вот, шипики. Хороший съедобный гриб. Можно кушать сырым, готовить салаты. Я чаще всего именно так его и готовлю. Интересно, если много собрать, может, замариновать его попробовать. Хотя, конечно же, полезней в свежем виде. Красавец. Вот тут ещё одна у нас семейка. Один дубовичок. Вон он, второй дубовичок. Ну, а тут такой третий поедет очень сильно. Вот, четвёртый. И шампиньон. Смотрите, красавец какой. Ну, тут уже видно сразу же при повреждении желтизна. Шляпки. Вот, розоватые пластиночки. К сожалению, в лесу телефон разрядился, так как я не готовилась, в общем-то, и к лесу, и к съёмкам. Ну, вот что удалось собрать. Все дубовички я сейчас почищу и отправлю в сушку. Очень они мне сушёными понравились. Ароматные. Я уже, кстати, 3 литра в этом году заготовила сушёных. Так, и ещё у меня есть два шампиньончика. Пока я ходила по лесу, такой прекрасный пень с трутовиком серно-жёлтым нашла. Но он уже немножечко староват. Так вот, с шампиньоном предлагаю приготовить не кулинарное блюдо, а косметическое средство. Я как-то читала книгу, называется «Почерицы для господыни. Шампиньоны для хозяйки». И вот там предлагала сделать масочки из шампиньонов, разглаживающие морщины. Сейчас мы измельчим, но я смотрю, он немножко червилый. Обрежу всё не очень часть, вот эту шляпку тогда. Заодно и покажу вам, как в разрезе выглядят ещё светлые пластиночки. Но уже видно, что они не белоснежные, а такие вот больше как кремовые что ли. Так вот, сейчас я почищу и будем измельчать грибы. Шляпки я протёрла от мусора и теперь измельчу блендером их. Мой блендер не очень так хорошо измельчил такое небольшое количество. Сюда же добавляю сметану, лучше, конечно, если она у вас будет домашняя. Если сухая кожа лица, то тогда можно добавить, например, оливковое масло. В шампиньоне здесь польза для нашей кожи в том, что содержится много пантотеновой кислоты или витамин В5, а также селен. Витамин, минерал, так сказать, молодости. Можно делать из белых грибов, можно из лисичек, из сыроежек. Я думаю, много из каких можно грибов делать. Я буду сейчас на очищенную кожу лица наносить, а то, что останется, то нанесу и на руки. В общем-то, я думаю, все знаете, как наносить питательной масочкой. 15-20 минут смыть прохладной водой и будем с вами красавицами. Дубовики очень красят руки, поэтому лучше в перчатках с ними работать. Сделала я себе уже масочку, теперь можно продолжать с грибочками. Единственное, что всегда проверяйте сначала на руке, не вызовет ли у вас это аллергия. Теперь покажу, как обычно я готовлю для сушки. Грибы я стараюсь не мыть, чтобы они лишнюю влагу не напитывали. Моментально синеет. Так, и теперь давайте момент истины проверим, чистый ли он. А то я его почистила. Ой, красавец, я уже вижу. Смотрите, ну немножечко, вроде бы все-таки что-то тут есть. Сейчас проверим. И обычно я пластинками нарезаю. Сушу я при 43 градусах обычно в сушке. Ну, когда 45, но не больше. Не пугайтесь, что они синеют. После сушки они, в общем-то, становятся светленькими. Я всегда сушу грибы до хруста, чтобы не было возможности появиться плесени. Очень ароматные сушеные. Надеюсь, видео было полезным и интересным. Я желаю нам всем мира. Мира над головой, в душе, в сердце. Всем пока. До новых встреч в лесу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok